Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы расскажем вам о митрополите Фотии Киевском. О нем вы, наверное, почти ничего не слышали, а ведь в свое время он считался одним из самых просвещенных архипастерей нашей Церкви. Родился он в конце XIV века в Греции. С малых лет полюбил протяжные монашеские богослужения в укромных обителях Византии. Посчастливилось ему найти и опытного духовного отца, под руководством которого он читал много книг и год от года становился все образованием. Что еще нужно чистой юношеской душе? Усердно благодарил Фотий Бога за все это и ни о чем больше не мечтал. Так прошло почти 25 лет. Но вот однажды свершилось событие, круто изменившее его жизнь. Духовник дал ему поручение отправиться в Константинополь по делам обители. И надо же было такому случиться, что византийский патриарх как раз в то время искал кандидата на Киевский престол. Ведь митрополитов для нашей Церкви в ту пору посвящали в Царьграде. Так вот, призвал патриарх к себе ученого монаха Фотия и предложил ему отправиться на Русь. Первым желанием Фотия было отказаться. Но, собравшись с мыслями, он лишь и спросил позволения помолиться в соборе Святой Софии. Оттуда пришел он умиротворенным. «Поеду на Русь!» – твердо ответил патриарху. И уже через неделю кони несли его повозку на север. Как же встретила его наша родина? Сперва неласково скажу вам. Почти вся страна лежала в разрухе. Она только что пережила нашествие ордынского хана Едигея. Храмы покосились или вовсе были разрушены. А великий князь Василий Дмитриевич не стеснялся брать с церкви тяжелую подать. К этому-то князю первонаперво и обратился святитель Фотий с обличительной грамотой. «По что уничижил ты церковь Божию?» – смело укорил он великого князя. «Взнимаешь с нее то, чего не подобает. Уже ли не боишься ты страшного суда Божия?» Князь Василий Дмитриевич был поражен мужеством архипастыря. И уступил. Отменил тяжкие налоги. Затем святой Фотий принялся исправлять пороки, которые замечал среди духовенства. «Священник, – писал он в грамотах, – должен быть таким чистым, чтобы мог и других очищать, таким светлым, чтобы и других просвещать, таким святым, чтобы и других приводить к святости». Видя, что грамоты не всегда помогают, святитель Фотий лично объездил всю страну, где он только ни был, и чего только не натерпелся и от ордынцев, и от разбойников, и от мятежных князей. Но все перенес мужественно и стойко. В это время на севере Руси распространилась ересь так называемых «стрегольников». Выстригали они себе волосы на макушке и считали себя учителями веры. Но какой веры? Не признавали они ни церкви, ни духовенства, ни чтили святых икон. Немало сил положил святитель Фотий на то, чтобы перевести еретиков от помрачения в прозрение. Писал он, что надо их увещевать и выставлять в богоразумие. Его труды не пропали даром. Вскоре ересь была совершенно искоренена. За год до смерти митрополит Фотий удостоился видения ангела. Небесный вестник сообщил, что ему дается малое время для управления паствой. Пригорюнился святитель. Ему показалось, что еще не сделал он ровным счетом ничего, как того хотелось. Впрочем, святые, как правило, и не видят своих трудов и подвигов. Все летописи хором сообщают, что святитель Фотий оставил после себя церковь в полном мире и согласии. Заповедал он потомкам свято хранить веру православную, блюсти храмы, не обижать священников и чернецов, дабы цвела Русь и не боялась никаких врагов. Слушаемся в эти слова, дорогие друзья, и почтим память святого Фотия. Ведь и благодаря ему Русь вынесла годину испытаний и встала на ноги. Да хранит вас Господь, мои хорошие! Субтитры создавал DimaTorzok